Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Что поделать, жизнь сложилась таким образом, что у нас сейчас с долларами очень актуальная тема, поэтому в последнее время у нас очень много информации на канале по этому вопросу. Напишите, пожалуйста, сразу в комментарии, насколько вам нравится эта информация, чего не хватает, или, может быть, у вас есть собственное мнение, было бы интересно послушать. А сегодня мы тоже поговорим про доллары и поговорим это в формате вопрос-ответа. Здесь мне помогает Злата. Все давно ее ждали на канале. Злата, привет. Максим, приветствую. Как сейчас спасти доллары? Как сейчас спасти доллары, а зачем спасать? То есть, что нужно? Есть комиссия на валютных счетах. Что, снять под подушку положить? Здесь ответ находится в следующей плоскости, что нужно понимать, а для чего, в принципе, доллары. Ну, то есть, что вы собираетесь с ними делать? Для многих вложение в доллары – это было некое такое накопление, сохранение некой покупательской способности в рублях, для того, чтобы получить. Но при этом нужно понимать, что доллар – это просто бумажка средства платежа, то есть, некий эквивалент, который принимается всеми. Сейчас действия, которые были совершены со стороны Америки, европейских стран, они серьезно подрывают доверие непосредственно к доллару как средства платежа, потому что они, во сути, могут управлять. И многие начинают от этого отказываться. Тогда нужно искать некую альтернативу замену, то есть, замену с денежным потоком. Часть средств вы можете просто взять, снять, это первый момент, хранить наличными, но наличными хранить для каких-то трат, которые вы планируете делать в долларах. Что здесь нужно понимать, что в путешествии куда-нибудь ездить, за границей, там, достаточно легко обменять на местную валюту. Но при этом нужно понимать одну простую вещь, что уже на горизонте, наверное, в 2-3 года покупательская способность этих долларов будет обесценена. Просто за счет инфляции. Инфляция, там, 8,6% в Америке, в еврозоне инфляция, там, к 10% поднимается. И, в принципе, вот эти вот риски, они разгоняются. Уже многие об этом начинают сигнализировать, что риски достаточно высокие. Нужно понимать, что если доллары будут просто храниться кэшем, а других вариантов нету, да, потому что банки не хотят удерживать валютную позицию, потому что здесь риски высокие. То кэш, который у вас будет храниться, он, как минимум, на уровень инфляции будет обесцениваться. То есть, через 2 года вы купите, там, на 20-30% меньше, чем вы могли бы купить сейчас. С другой стороны, тогда нужно смотреть альтернативы получения доходности долларовой. То есть, где может быть определенная доходность. И вот в этом видео я уже говорил, да, то, что непосредственно делать с долларом. Просто краткое резюме. Для консервативных инвесторов это может быть хорошей историей, хорошей альтернативой. Именно сохранение покупательской способности доллара, то есть, если большая позиция, это купить биржевой, паевой инвестиционный фонд на золото через российского брокера у российской управляющей компании. И золото, которое хранится на территории России, которое все равно привязано к сплотовым ценам мировым. В этом случае мы получаем двойной профит. Если доллар будет укрепляться к рублю, а это основная цель, почему мы хранили в долларах, да, то есть, эта цель выполняется. Плюс дополнительный, мы получаем некое проексе на инфляцию, да, то есть, если будет очень высокая инфляция, будет повышать процентные ставки, золото будет расти. Доллар будет обесцениваться, и вы сохраняете покупательскую способность. Второй момент, это покупка акций компаний-экспортеров, которые, опять-таки, будут зарабатывать за счет сильного доллара, и мы непосредственно будем получать. Но риски никто не отменял, да. То есть, риски связаны с тем, а как же все-таки потом это переводить. Потому что сейчас снять достаточно сложно, перевести достаточно сложно. Почему банки вводят такие комиссии? Мое мнение, банки вводят эти комиссии, но они объясняют. Они объясняют это тем, что банк, если он держит доллары клиентские, он держит на своем балансе. То есть, он держит это на корс-счетах, которые открыты в американских банках. И если санкционная риторика будет усиливаться, если санкционное давление будет усиливаться, или расширяться пакет санкций, и те банки, которые сейчас не подпадают, все-таки будут включены, то они несут риски. Так как количество банков в России, которые могут работать со свифтом, ограничено, их не так много уже осталось. Основные крупные, важнейшие банки, они уже находятся под санкциями. То мы получили некое такое, опять узкое горлышко, да. То есть, все ринулись, кому нужно проводить транзакции в валюте, они ринулись в эти банки. И у банков в очень короткий промежуток времени, буквально 2-3 месяца, у них очень сильно увеличилась валютная позиция. И в случае, если их блокируют непосредственно, да, то есть, опять-таки, блокируют и расширяют санкции, как это было. Сначала там был ВТБ, открытие было, потом через месяц расширили, включили туда Сбербанк и Альф. Ну, то есть, условно, через 3 месяца могут включить туда еще какие-нибудь банки, да, не будем имена называть, чтобы панику не вызывать. И, соответственно, банки, которые видят такие риски очень высокими, они, по сути, делают некие такие заградительные комиссии, да. Это не смысл в том, что банки жадные и хотят на вас зарабатывать 12%. Это смысл в том, чтобы показать, ребят, если вы будете у нас хранить доллары, вы будете за это очень много платить. И поэтому, если вы не хотите очень много платить, да, то происходит такое массовое информирование, да, посредством массовой информации, по индивидуальным обращениям, чтобы вы закрыли эту позицию. И опять, еще раз, не банки жадные, хотя, может быть, какой-то элемент жадности присутствует, а именно банки делают некую такую заградительную историю, да, чтобы человек пришел такой, да, 12% в год платить за то, чтобы хранить, да, ребята. При инфляции там 8% и 12%, если у меня деньги в долларах лежат в этом банке, где 12% комиссию ввели, у меня покупательская способность долларов упадет на 20% на пятую часть за год. Идите лесом, я буду искать какую-то альтернативу. И сразу же дают канал, да, то есть, свифты мы переводим бесплатно, любой иностранный банк, куда хотите, туда выводите. Или мелкий банк, да, который не столкнулся вот с таким числом больших клиентов. Вы должны понимать не только, что вам плохо от этого, а вы должны понимать вторую сторону контрагента, да, то есть, почему они-то на это идут. Ну, деньги лежат, пассивы приходят, да, массовый приток этих денег. Что, сиди и радуйся, да, ты можешь зарабатывать, кредиты выдавать, там, маржиналку предоставлять под 46-50%. Но, тем не менее, почему? Потому что compliance, risk management, говорят, ребят, блокируют, если будут очень серьезные проблемы. У нас, у банка, в первую очередь. И чтобы эти проблемы не отразились на клиентов, и мы не получили негатив, лучше попросить их там на выход, да, чтобы они непосредственно ушли. Просто закрыть вы счет не можете, потому что вы получите требования и предписания от Центрального банка какого, ну, то есть, противоречия закону о банках и банковской деятельности. Что можно сделать в правовом русле? Повысить комиссию. Ну, а и здесь тоже, как бы, Центральный банк начинает на это реагировать. Есть ли риски вообще для граждан сейчас хранить деньги в валюте? Ну, еще раз, на банковских счетах или вообще? Вообще. Ну, вообще, если вы храните их в физической форме, какие у вас могут быть риски? Только ограничения на вывоз валюты, которые до сентября пока что действуют. Я думаю, что эти ограничения будут сняты, послабление в конечном счете. В физической форме особо рисков не вижу, да. То, что доллары в любом случае, они будут обращаться, они будут обмениваться. Риски находятся в плоскости инфляции. Потому что хранение денег в долларах в любом случае будет съедать инфляция. А если посмотреть, а какие у меня в принципе есть альтернативы, окей, хорошо, я получил наличные доллары. Или даже на какой-то я нашел банковский счет, открыл там в банке дружественного государства. Где я эти доллары могу разместить, чтобы компенсировать как минимум инфляцию? Пускай не 100% инфляции, пускай хотя бы там половину того инфляционного давления, той инфляционной спирали, которая разгоняется. Какие инструменты мне позволяют компенсировать? Через что я могу это сделать? У нас типсы остаются. Это опять-таки иностранный брокерский счет. Я к тому, что я придерживаюсь позиции Рея Далио, который еще два года назад на Давосском форуме сказал, что кэш это трэш, инфляция будет разгоняться. Кэш, даже если он имеется, вы должны понимать, что если он имеется под покупку активов реальных, тогда окей. Если вы просто в принципе в кэше храните, я думаю, что здесь будет очень серьезное обесценивание. Смотрите альтернативы. Валютные риски, риски возможного укрепления доллара к рублю, через что вы можете закрыть. Об этом было сказано, это экспортно-ориентированные компании, это фонды на золото. Формируйте денежные потоки. Опять же, я говорил о том, что мы можем получить одновременно в ближайшие 3-6 месяцев выход нерезидентов с российского рынка ценных бумаг с целью укрепления доллара и ослабления рубля. И на этом фоне, то есть в этот момент, будет неплохо на долгосрочную перспективу покупать акции российских компаний-экспортеров. А может сейчас есть какая-то другая валюта, в которую стоит вложиться? Спасибо большое, Зла, что говорите языком наших слушателей и наших подписчиков, кто дает комментарии. Еще раз, валюта не является инвестиционным инструментом. То есть валюта не является инструментом вложения денег. Валюта – это средство платежа. То есть любое вложение денег в валюту – это прибыль образуется за счет спекулятивных сделок. Кладывать нужно в то, что имеет денежный поток, в то, что создает прибавочную стоимость. Денежным потоком у нас обладают облигации, денежным потоком у нас обладают акции. И сейчас является ключевым моментом именно вложения в такие инструменты. Другой вопрос, что если мы смотрим глобально, все эти активы стоят дорого, и здесь важно соблюсти баланс, то есть должны быть какие-то наличные средства, инвестированные в какую-то определенную валюту, но вы же должны понимать, что Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что если начнется мировая рецессия, абсолютное большинство побежит в доллар, уже бежит в доллар, то есть индекс доллара укрепился в корзине всех мировых валют и укрепился значительно. Если доллар укрепляется, то товары, произведенные и даже услуги, произведенные на территории США, на глобальном рынке перестают быть конкурентоспособными, потому что себестоимость увеличивается. И в этом случае мы еще увидим серию валютных войн, где различные валютные зоны будут соревноваться, то есть это действительно реально будут такие соревнования, кто сильнее девальвирует свою национальную валюту. То есть у нас вот эта глобальная история, она будет рассыпаться, глобализация, мировая кооперация, кооперация по производству. То есть вот это все будет разрушаться, эти вещи будут разрушаться, потому что будут именно валютные войны происходить. И поэтому я говорю, кто и насколько сильно будет девальвировать национальную валюту, непонятно. Когда люди задают вопрос, а какую альтернативную валюту, ну я же понимаю, какова причина этого вопроса, то есть в чем суть этого вопроса. Окей, рубль я не верю, доллар укрепляется, у долларов большие риски. Максим, скажи, куда вложить там в швейцарский франк, в китайский юань, в евро или куда-то еще. Я не говорю что-то отдельное, потому что я не знаю, ребят, честно. И никто не знает. А если кто-то говорит, что знает, ну значит мошенник или недалекий человек. Поэтому здесь, я еще раз говорю, в текущий момент единственное, что может спасти капитал, это широкая диверсификация. Но уже нужно сменить эту валюту? То есть понятно, что все мы простые граждане, раньше там с зарплаты покупали доллары и евро. Нужно ли сейчас уже поменять что-то и с зарплаты покупать там франк и юан? Это к вопросу ребалансировки. То есть все уже слышали неоднократно, как минимум там три валюты нужно включать в инвестиционный портфель. Ну не в инвестиционный портфель, а в принципе хранить деньги в валютах. Доллары, евро, рубли. И вопрос в том, что у вас вот эта вот пропорция, условно 33%, она должна постоянно соблюдаться. Вот условно. Начало спецоперации в России. Доллар стоит, не знаю, сколько там, 70 рублей. 80 рублей евро, ну и рубли, соответственно, хранятся. Скачок курса, да, то есть доллар стоит 120, евро стоит там 130, 135, рубль как был, так и остался. То есть что произошло фактически? В вашем портфеле, вот из этих трех валют, произошло автоматическое увеличение доли доллара и доли евро. Автоматически произошло увеличение, потому что курс пересчитался. И в этом случае вы должны были продать доллары, должны были продать евро, чтобы у вас рублей стало больше. Произошла обратная история через месяц, да, доллар у нас стоит там 54, евро стоит 58, ну рубль как есть, так и есть. То есть что в этом случае произошло? У нас теперь рублей очень много, а доля доллара и евро сократилась. Мы автоматически сейчас должны купить доллары и евро. И то есть если вы раз в месяц просто определили для себя три ключевые валюты или четыре ключевые валюты, в которых храните, пусть это будут доллары, евро, юани, рубли. И все. И раз в месяц сделайте ребалансировку. В чем проблема? Потому что вот эти постоянные метания ни к чему хорошему не приведут. Поставьте в комментарии плюс, кто заработал на этом движении. Кто продавал доллары по 120, евро по 130. Кто сейчас покупает по 54. Потому что есть некая эмоциональная составляющая, потому что вы подписаны на кучу каналов, которые вам рассказывают, что будет с долларами, что будет евро и какую альтернативную валюту вам нужно вложить. Ребят, на моем канале вы этого не услышите. На моем канале вы единственное, что услышите, сделайте, если вы в кэше храните, сделайте 4 валюты, определите для себя, что это за валюты и делайте раз в месяц ребалансировку автоматически. И в этом случае вы будете просто элементарно спать спокойно. И больше для вас этого вопроса никогда не встанет. У меня на этом все. Спасибо большое за то, что посмотрели. Злата, спасибо за то, что задавала вопросы. А если понравилось видео, обязательно оставьте комментарий, подпишитесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!